Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Лето – пора отпусков, к сожалению, кажущихся нам слишком короткими. Однако о приятно проведенных днях на просторах нашей Родины или же за ее пределами на протяжении всей жизни нам будут напоминать сделанные нами фотографии. Однако иногда эти фотографии получаются не настолько яркими, насколько была окружающая на тот момент реальность. Но в нашем городе есть человек, который может научить делать по-настоящему качественные снимки. Это профессиональный фотограф Иван Пантюшин. Иван, добрый день! Здравствуйте! Я, наверное, сейчас очень много всего наговорила. Зрители, скорее всего, ничего не поняли. Давайте расскажем, что же за способ, интересный способ обучения или, не знаю, может быть, все-таки отдыха вы придумали? Ну, назовем это так. Это обучение, совмещенное с отдыхом. И, скорее, наши поездки носят какой-то более дружеский характер. Собираемся группой единомышленников, любящих, объединяет нас любовь к фотографии. И отправляемся в некое место на нашей планете. Сейчас уже можно сказать так. Отправляемся фотографировать, делиться опытом, учиться и наслаждаться отдыхом. Ну, насколько я понимаю, идея-то все равно принадлежит вам, вот именно таких фототуров? Ну, как можно сказать, любая идея, она когда-то уже была кем-то озвучена и где-то использовалась. В любом случае, конечно же, я опирался на опыт никаких других фотографов с других регионов, да и, может быть, даже стран. Но в Рязани, наверное, я надеюсь, что я все-таки первый, кто это стал организовывать. Скажите, а почему именно поездки, ну, как, за пределы, да, нашего города, области, насколько я понимаю, иногда и за пределы нашей страны? Почему это не какие-то путешествия по нашим бескрайним просторам Рязанщины, где тоже, наверное, можно увидеть много чего красивого и научиться делать качественные фотографии? Конечно, можно, но мы же гоняемся за экзотикой. В чем прелесть этой экзотики? Другие фотографии или они что, более яркие? В другой атмосфере немножко глаз видит по-другому, в моем личном мнении. В путешествии как-то по-другому относишься. Ты все это окружающее, все, что тебя окружает, видишь впервые, нежели все-таки в Рязанской области, во-первых, даже на уровне подсознания. Ты понимаешь, что ты дома, что ты здесь не видел, в этой Рязанской области. Кто может к вам примкнуть? Абсолютно любой желающий или это должен быть человек с каким-то, ну, может быть, минимально профессиональным опытом или человек, которого знаете лично вы или ваши друзья? Примкнуть может любой желающий. В прошлом фототуре абсолютно незнакомые мне люди, нашедшие информацию через социальные сети, присоединились к туру, получили массу удовольствия. И, несмотря на то, что они не являлись профессиональными фотографами, камеры из рук не выпускали. А вот насчет камеры. Обязательно нужна, ну, скажем так, профессиональная техника или человек, в принципе, может поехать вот с обычной цифровой мыльницей? Я считаю, что можно поехать с телефоном. Основы фотографии, они понятны для пользователя любой техники. Они должны быть, должны выдержаны быть. А фотографии хорошие делаются и на камеру стоимостью десятки, сотни тысяч рублей, и на телефон со встроенной камерой. Вот, то есть, в принципе, можно поехать с любым уровнем техники. Другой момент заключается в том, что, естественно, техника немаловажна. И, например, таких животных, ну, крайне тяжело и, наверное, невозможно снимать телефон. Для этого требуется, конечно, дополнительное оборудование. Для того, чтобы пофотографировать, потренироваться, там, увидеть композицию, увидеть цвет, увидеть свет, можно попробовать и учиться на простеньком фотоаппарате. Но если есть целенаправленная какая-то задача сфотографировать льва, тогда здесь, конечно, приходится принимать во внимание техническую составляющую. Ну, расскажите о тех поездках, которые у вас уже были, куда вы ездили, по каким маршрутам. Ну, расскажу, конечно. Проект существует около года. Первая поездка такая пилотная была у нас в Абхазию. За пять дней, четыре ночи мы уместили столько, сколько, наверное, за Абхазию местные жители не умещают. Посетили все, что, наверное, только можно, включая места, которые для туристов не слишком доступны и не показываются. Поездка была крайне насыщенной. Что касается первой поездки, попробовали, что это действительно интересно. Сами с огромнейшим удовольствием по путешествиям по Абхазии. Перемещались в транспорте, на местном транспорте, на маршрутках на тех же самых. Жили в чудеснейших отелях, гостиницах, как хотите, можно называть. Попробовали чудеснейшую местную кухню. Все это отфотографировали, все это с фотоаппаратом. Спать ложились с фотоаппаратом и вставали с фотоаппаратом. Ну, спать ложились это тоже довольно-таки условно, потому что это сон был так по нескольких часов в день. Следующая поездка. Решили сразу замахнуться, ну, уже после Абхазии-то замахнуться куда-нибудь подальше. Ну, и замахнулись на Кению. В первую очередь потому, что это, ну, наверное, мечта детства. Я поклонник фильма «Паркирского периода», мне хотелось что-то подобное увидеть. А Кения, это в настоящий момент, является, наверное, единственной страной, ну, одной из немногих стран, которые могут, может, по не совсем пейзажам, но по ощущениям дать вот именно атмосферу того же самого фильма. Это огромнейший зоопарк, зоопарк с небольшой поправкой, скажу, потому что там нет никаких границ, там нету заборов, за редким исключением, нету каких-то технических ухищрений, то есть это огромнейшие территории, огромнейший парк. Животные свободно перемещаются не просто из, там, части страны в другую часть страны, они свободно перемещаются между странами. То есть слоны, которые вечером уходят на Килиманджаро, это действительно так, их никто не останавливает, никакие забыли, они живут своей жизнью. Все это увидеть, все это ощутить, ну, очень хотелось. Кроме слонов, кого еще вы видели? А мы видели всю большую пятерку африканскую, так называемую. Это буйвол, это лев, это леопард, это слон и это носорог. Ну, все животные такие достаточно опасные. Вообще сами вот эти путешествия для вас, как туристов, как фотографов, не опасны? Какие-то меры предосторожности наверняка принимаются? Знаете, опасно все, по большому счету. Можно по дороге идти, споткнуться и умереть. Такое тоже бывает. Главное соблюдать технику безопасности в любом случае. И, ну, я могу сказать, что, казалось бы, львы самые опасные, наверное, из всех представленных хищников, вообще, в принципе, животных. Им было абсолютно на нас... Им было все равно на нас, абсолютно. Мы были на расстоянии нескольких метров, до них снимали крупным планом, им было все равно. Мы потому что сидели в машине, и машину они воспринимали как одно единое, единый организм. В то же время слон, она за нами погнался. Слона, сейчас смешно. А нам было тогда, как бы, с одной стороны, о, классно, слон бежит, давай фотографировать, а с другой стороны, водитель, наш местный житель, крайне боялся слонов. Ну, не догнал. Слон? Нет. Мы сфотографировали. Вот. То есть, вот, я могу сказать, что самое опасное для нас был, наверное, слон. Помимо посещения национальных парков, наземных, ну, еще погрузились под воду, поснимали под водой. Вот. Рядом с Кеней есть национальный парк в Мамбасе водный, где мы погружались в поисках акул. К сожалению, акул не нашли. Но зато видели штук пять черепах. То есть, у нас фототуры, они интересны тем, что мы объединяем все, что только можно. На Кене вы пока остановились, да? Насколько я знаю, вы сейчас еще куда-то собираемся? Да, сейчас мы собираем группу, собираемся лететь в Таиланд и Камбоджу в сентябре месяце. К тому же тоже разработана программа. Пока мы в программу единственное, что не включили, это сон. Остальное все в программе включено. Интересно самим посмотреть. И в Таиланде, несмотря на то, что это довольно-таки популярный клуб, мы постараемся посмотреть, нам покажут его с той стороны, с которой далеко не все видят. Ну что ж, Иван, вам удачи. Спасибо большое. В вашем интересном, красочном деле. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Я думаю, может быть, кто-то из зрителей сегодня увидел действительно возможность реализации своих каких-то мечтаний. Надеюсь. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»